Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Вторник, 29 мая и начинаем наш разбор, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар вчера в понедельник мы увидели обновление локальных минимумов, что подтверждает сохранение нисходящей тенденции на текущий момент. Также сегодня с утра мы видим торговлю ниже минимумов, которые были зафиксированы в понедельник, что также сохраняет настроение продавцов преобладающим и с целями снижения до 1.1524. Но ближайший разворотный уровень по данной формации отмечаем на максимуме, который был зафиксирован вчера в понедельник по цене 1.1730. Пока торгуемся ниже данного уровня, тенденция нисходящая сохраняется. По паре британский фунт и американский доллар картина примерно такая же. Мы торговались очень долго, начиная с 23 мая, вблизи уровня поддержки 1.3297. И вот сейчас, как раз в этот час, мы преодолеваем данную область поддержки, что в свою очередь также подтверждает сохранение нисходящей тенденции по данному активу с целями снижения до 1.3060. На текущий момент ближайший разворотный уровень пока оставляем на максимуме, который был зафиксирован 24 мая. Это уровень 1.3421. По паре американский доллар и канадский доллар после преодоления области сопротивления, который у нас находился на отметке 1.2900, 1.3000 ровно, что подтвердило сохранение восходящей тенденции по данному активу с целями роста до 1.3132. На текущий момент ближайший разворотный уровень оставляем на минимальные значения, которые были также 23 и 24 мая зафиксированы. Это область 1.2822. По паре американский доллар и японская иена вчера вероятное начало восходящего движения здесь не подтвердилось. Уже сегодня мы преодолели минимальные значения, которые были зафиксированы 25 и 24 мая, что в рамках часового таймфрейма возвращает нас в фазу нисходящего движения с целями снижения до 1.1775. По данной формации, по нисходящему сценарию, ближайший разворотный уровень оставляем на максимуме, который был зафиксирован вчера по цене 1.10984. По паре австралийский доллар и американский доллар сегодня с утра мы также уходим ниже минимумов, которые были зафиксированы в пятницу и в понедельник, что в рамках часового таймфрейма нас вновь переводит в фазу нисходящего движения с целями снижения до 1.7442 и далее до 1.7270. Ближайший разворотный уровень по данной формации находится на максимуме, который был зафиксирован 25 мая. Это отметка 75.89. Пока торгуемся ниже данного уровня, тенденция нисходящая сохраняется. По паре еврофунт вчера во второй половине торговой сессии мы получили пробитие минимальных значений. До этого в первой половине дня и сразу же после открытия мы пробили сначала максимум пятницы, затем к концу торговой сессии мы пробиваем минимальное значение. Как правило, по появлению такой формации движение сохраняется в сторону второго пробития. Ну и собственно сейчас мы также получаем тому подтверждение, что по паре еврофунт мы вновь переходим в фазу нисходящего движения с целями снижения до уровня 87.1100 и далее движение на 86.50. Ну а ближайший разворотный уровень по данной формации находится на максимуме понедельника по цене 87.94. Золото пока не меняет свое направление. Общее направление среднесрочно и краткосрочно остается восходящее с целями роста до 1308. Но здесь нужно быть крайне внимательным. Если цена все-таки закрепится ниже минимума, который был зафиксирован вчера в понедельник, то в рамках часового таймфрейма вероятность начала коррекции будет более вероятна. Ну и после того, как цена пробьет уровень 12.287 минимум 23 мая, то это уже нас развернет в среднесрочной перспективе на продолжение нисходящего тренда по золоту. По нефтемарке Brent коррекция продолжается, коррекция сохраняется. Следующие цели по снижению – это уход ниже минимумов, которые были зафиксированы вчера в понедельник по цене 74.56 и движение на уровень 70.48. На текущий момент ближайший разворотный уровень по данной формации пока остается все там же. Это максимум 23 мая, отметка 80.06. По индексу DAX также сохраняется тенденция нисходящая. Сегодня, ну вот так же сейчас мы видим уход ниже минимальные значения, которые были зафиксированы в конце прошлой недели, и движение по направлению на 12.636 у нас сохраняется. Ближайший разворотный уровень, после преодоления которого мы вновь сможем говорить о покупках по данному активу, это область 13.040. Ну и биткоин продолжает снижаться. Сегодня также мы торгуемся ниже локальных минимумов, которые были зафиксированы на этой неделе, ниже минимумов понедельника, что в свою очередь открывает дорогу на стяжение на 6384. Ближайший разворотный уровень по данной формации отмечаем на максимуме, который был зафиксирован вчера в понедельник по цене 7403. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Саков Роман. Как всегда напоминаю, что если вам нравится это видео, оно для вас полезно, то не забывайте ставить лайк и ваши вопросы писать в комментариях. Всем желаю хорошего торгового дня и до свидания. Продолжение следует...